Девушки отдыхают Чтобы найти последнего жреца, нам потребуется помощь. Рекомендую вам связаться с доктором Хайденом. Я настрою портал на командный пост комитета. Второй, про который я вам рассказывал, второстепенный, специально если мы вдруг там сдохнем. Я решил продолжить с него, потому что он чуть более удачный, чуть более продуманный. Плюс я тут повыполнял уже испытания для оружия. И поэтому у нас теперь есть 5 А-бомб на дробовике. И вот, короче говоря, кучу всего сейчас здесь сделал по-другому, что меня больше устраивает. Я думаю, что мы продолжим на нем. На нем я себя чувствую чуть-чуть более уверенно. Вот. И у меня уже есть планы, как мы будем с вами действовать дальше. Так, ну пока давай. Пока открывай. А тот сейф у нас останется, короче говоря, за постой на случай, если мы сдохнем. Я тоже буду его параллельно вести, но уже не так охотно, как этот, например. Я надеюсь просто, что этим сейфом мы не запуримся. Так, ну погнали. Идите вперед и найдете доктора Хайдена. Ранее в этом комплексе располагался штаб сопротивления. Хорошие новости для верных. Предатель Сэмюон Хайден погиб. Комитета больше нет. Интересно, кто эти все записи сделал. Я изначально могу предположить, что это Либиа Перс была, но я так и не думаю, потому что мы ее все-таки уже в свое время убили. О, он нам нужен как раз. Погоди. Отлично. Теперь у нас в принципе все по испытаниям. Ну-ка, погоди. А, кстати говоря, нам здесь нужно собрать две руны, которые мы и так соберем. Это можно не обращать внимания. Так, внешне сгорание, убить 6 демонов. Перезагрузив щиты, это тоже мы сделаем, когда мы встретим таких демонов. Хорошо, так, ликвидация ракет. 4 наплечных установки на этих самых. Хорошо, допустим. Короче, обратите внимание, как стреляет теперь наш автомат. Это просто секс какой-то. А когда попадаешь в головы, они просто разлетаются к херам собачьим. Тихо, тихо, тихо. Боже, 6, говорю, 5 бомб на ракетницу. Ой, господи, блин, на дробовике я уже заговариваюсь. Это просто, просто охренительно. Я очень давно ждал, когда это, блин, произойдет. У меня вот эти терминаторы довольно сильно напрягают на самом деле, потому что они какие-то конченые стали. Возможно, я просто по ним хреново попадаю. Что немаловероятно. Ага. Кстати, да. У нас, помимо прочего, и на эту штуку тоже есть апгрейд. Теперь, когда я ей стреляю, выглядит цепь, цепь становится огненной. Я не знаю, это просто, просто что-то невероятное. Так, погоди, я уже все истратил. Помимо прочего, у нас здесь еще очень быстро все перезаряжается. То есть, я вместо того, чтобы прокачиваться, допустим, в урон или там еще во что-то, я в этот раз перекачался в быструю перезарядку наших способностей. Ну и, естественно, начал их использовать здесь довольно часто. Так, пинки, какого хрена? Так, вот тут, тварь. И главное, не давать сильно долго бегать. Потому что она очень сильно любит телепортироваться за спины в какой-то определенный момент. Ух, твою мать, я неожид... Прости, дорогой, я не ожидал, что ты вылезешь. Он нам нужен был для того, чтобы выполнить... Но я думаю, не последний на самом деле. Не последний, кого мы здесь встречаем с ракетницами на руках. Но все-таки... Можно было уже хотя бы убить и не париться. Ну, имеется в виду взорвать в эти самые штуки и не париться. Отдохни. Хотел, на самом деле, еще поэкспериментировать. Хотел поэкспериментировать еще со способностями. Думал, что, может быть, поменять вместо замедления времени, когда мы с вами в полете. Думал, может быть, поставить вместо этого... Ох, боже, какая красота. Только посмотри на это. Динамика таких лечит, когда... Тихо. Их там два. Два это много уже. Ха-ха-ха-ха-ха. Господи, когда... Когда есть пять гранат, динамика таких лечит, я тебе говорю. Хотел вместо того, чтобы замедляться в воздухе, кстати говоря... Вместо того, чтобы замедляться в воздухе, хотел, чтобы у нас было... О, что я тут и взялся. Хотел поставить быстрое убийство. Но он так и, честно говоря, передумал. Внимание! Штаб комитета находится под угрозой. Ага. Примите свои страдания, юные повернутся. Так, тихо. Нет-нет-нет-нет! Так, с ним сейчас надо быть аккуратнее, его надо перезагрузить. Да, что ты будешь делать? Я просто хрен его знает, появятся ли они здесь еще. Дело в том, что я так и не разобрался, как эти уровни гребаные перезапускать, чтобы пройти идти из-под... Слушай, а может быть, если я так сделаю, так сработает, нет? А-а, именно со щитом надо. Товарищей. Перезагружать. Хорошо. Допустим. О боже, какой же, господи, у нее звук великолепный. Это просто что-то нереальное. При этом, когда башка у этого взрывается, он сразу же убывает из всех... ...вокруге. Это ж охренительно. О господи, напугал меня. Говорю, что я так и не разобрался, как перезапускать уровни. Меня это, честно говоря, довольно сильно кумарит, потому что это, по сути, та причина, за которую я решил играть на этом сиеве. Да дело в том, что я просто перепроходил предыдущий уровень, и я собрал все секреты по итогу. Вот, специально выполнил все, потому что меня кумарило, что у нас может быть... ...может по итогу быть один закрытый... Один закрытый с... Ага, ясно. Серьезно, я его вот так вот просто взял и убил? Он даже не разлетелся на куски? Удивительно. Видимо, хорошо склеили тварюку. А в смысле? Я же тебе вправо и попал. Вроде бы. Боже. Просто насильство. Происходит сейчас над ними. Мне нельзя было давать такой дробовик, потому что я теперь просто сейчас все разорву к шертям собачьим. Я тебе... Ой, господи. Я тебе говорю. Так, стоп, я вспомнил. У нас же есть задание. Все, это мое любимое оружие. Самое первое, и оно же любимое. Так, мне кажется, или мы... Или здесь говно? Да, смотри, здесь, короче говоря, вот это самое херня, разлитая, по которой если мы будем... По которой если мы будем шляться... Чё раз? Мы будем к ней прилипать. У! Ах ты, гнида! К двери, быстро! Я не рискую пока здесь место двигаться, потому что если я это сделаю, то... Ага, я понял. Что, ты уже сперсишь, что ли? Ха-ха-ха-ха! Слабак! Да, это та самая желчь, конченная. Ну, по крайней мере, здесь не было этой... Срани. Наверное. Ее можно по булькам определить. Щупальца которая. Обычно она находится там, где, по идее, это... Где есть... Какие-то метастазы гнезда, допустим. Секунду! Эх! Где хочет гнездо прорваться? По идее, там бывает эта херня. Так, ну пока неплохо. Пока идем неплохо. Главное, не пропустить секреты. У нас была, получается, проблема в том, что мы, получается, прошли уровень, ааа... И я не обратил внимания на то, когда можно было его перезапустить. Ой, имеется в виду не уровень перезапустить, а когда можно было просто вернуться назад и собрать все секреты. Именно из-за этого мы закончили уровень, и потом, блин, потом я к нему так и не смог вернуться. Ага. Хорошо. Так, плохо. Короче. Думаешь, я с тобой возиться буду, подлюка? Плохо ты меня знаешь. Нам, по крайней мере, теперь не надо заморачиваться с испытаниями, потому что они действительно делают... Делают намного удобнее использование оружия, которое у нас есть. Но то, что его нужно вот в таких вот ситуациях, блин, применять как-то специфически, меня тоже напрягало. Поэтому я для этих... Ам... Для этих целей использовал наш террариум. Так, киберманкубус. Разновидность манкубуса, который стреляет издалека и создает опасные зоны. Однако кровавого драка хватает, чтобы полностью разрушить его волью. Я тебя услышу хорошо. Оно в сон заряжен? Ну, вроде как, да. Класс! Из вот этих трех товарища, ты решил навестись на самого не опасного, да? Короче говоря, понял. Мы разрываем его с помощью... С помощью кровавого удара, а потом просто запускаем в него ракеты. Хорошо. Я тебя услышу. Кстати говоря, мы сможем побеждать... Побеждать в таких схватках, если будем концентрироваться на каком-нибудь одном офицере. Я уже... Вывел формулу... Успеха, можно так сказать. Вот, допустим, сейчас вылезла вот эта тварь. Мы ее покосали, и нужно на ней сконцентрироваться и добить ее. А все остальные пускай подождут. Не, ага. Так, я слышу. И, кстати говоря, чертовски быстро перезаряжается огнемет. Ух! Вот что это было! Я понял. Давай, укуси его за сраку! Не, ну ты видел такую Пабло? Ух, охренеть! Это был, походу, хищник стайл. Я бы даже не побоюсь сказать, что это отсылка, походу, была. Красота! Ну, они, кстати говоря, эти импы реально очень опасны. Ну, в принципе, кстати, мы сейчас можем взять все, что угодно. Меня больше ничего не интересует. Все, что нам нужно было, здесь уже есть. Я не буду переключаться между модификациями оружия. Мне это неудобно делать. А, ага, ясно. Ну, это мы оставим на потом. Еще ключ надо... А, вон и ключ, кстати говоря. О, а? Кстати, битки. Битков очень давно не появлялось почему-то. Хм. Битков реально давно не появлялось. Они очень удобны. Один раз стрельнул им в кого-то, и все. Так, эту дверь мы, короче говоря, оставим на... Финал этой локации. Так же, как и все остальные испытания. Что происходит? Ага. Понял? Кстати, в чем еще кайф? Так это в том, что... Я прислушался к вашему совету и взял... Слушай, какого черта? Они перестали быть желтенькими. Я так могу... Не увидеть, кого я могу добить, кого нет. Я буду... Мне придется... Оп. Мне придется ориентироваться чисто наугад, похоже. Не могу сказать, что я рад этому. Доктор Елена Ричардсон. Запись... Анализ палача Рока. 24. Ладно, пускай она говорит. Я думаю, что мы это можем прочитать, если нам будет интересно. Вдруг. Угу. Хорошо, что они применяют автоматические эти модификации. У нас есть образцы крови с марсианской базой. Так, а ну подожди секундочку. Что нам еще надо сделать? Так, ликвидация ракет. Это готово. Руны мы не собрали. Уничтожили только одного демона с учетом. Да он был пока один. У него четвертая положительная группа крови. Он мужчина. Геном относит его к человеческой расе. Он человек, таки, смотри, весьмы. Но силой, быстротой и выносливостью он превосходит других людей. В образцах крови есть объекты неизвестного происхождения. Как активный участник научного сообщества я не могу согласиться с предположениями некоторых коллег, что он за неимением лучшего термина Бог. Ангел мщения десница самого Рука, явившийся, чтобы спасти человечество от грехов. Но не могу и отрицать, что время его прибытия, образа его врагов, сама адская атмосфера, постигшей нас катастрофы, все это несомненно поколебало мой научный скептицизм. Ну и демона тут вполне себе смертная девочка. Обрати внимание. То есть это не совсем все демоны из книжек, по-моему. Еще один? Подухни, падаль. Ох! Ха-ха-ха-ха! Просто разнесло! Если бы она еще впоследствии, я не знаю, увеличивала радиус действия, радиус взрыва, к примеру. Нет, смотри, некоторые все-таки подсвечиваются. Ха-ха-ха! Некоторые все-таки подсвечиваются. Ага. Значит, все-таки мы человек, значит, все-таки мы земли, судя по всему, да? Как интересно. Так, а ну подожди. Так, мы что-то пропустили, надо вернуться. Надо вернуться. Иначе я потом как провтыкаю в финал локации и опять пропустим все, что... И в итоге все, что мы... Все, что я сделал до этого момента, пойдет коду под хвост, блин. Ага. Господи, показалось. Ух ты, Господи! Ну, великолепно. В принципе, на патроны пойдет. Так. Вот это берем. Угу. В принципе, мы пошли примерно точно так же, как и на том сейве, только за исключением того, что что-то было взято чуть-чуть раньше. Вот и все. Ано. Комитет. Предложение Союзом Наций в 2151 году инициатива по нейтрализации международного военного кризиса апокалиптический революционный Комитет было создано с единственной целью противостоять сторожению сил ада и с помощью новейшей технологии, использующих аргент энергию, сделать то, с чем не может справиться современная армия, остановить демоническое нашествие. Допустим. Подожди, а эксперименты были Хайденом, проведены на Марсе, по-моему, то ли в 2148 с 48 по 150, кажется, да? А потом в 51-м был Комитет. Я правильно понимаю? Хайден, руководящий всеми научно-техническими изысканиями Комитета, приступил к перепрофилированию комплексов ОАК на земле, не затронутых сражениями благодаря географической удаленности и мощным автоматизированным оборонительным системам. Это те пушки, которые там стоят. Эти сооружения изначально были созданы для массового производства оружия и на тот момент функционировали под контролем мощного искусственного интеллекта, так что перепрофилирование не заняло много времени. Ну, да, вега на самом деле такой. Ну, имеется в виду искусственный интеллект его. Говорю, что по итогу мы являемся все-таки человеком. Только, видимо, у нас какая-то кровь модифицированная, что ли. Так, стоп, что происходит? Я же не допрыгну. А, я понял. Угу. Олицетворяет гнев человечества. Его волю к жизни, стремление преодолеть то, что угрожает нам. Он не идет на компромиссы. Он без устали сеет насилие и не ведает ни малейших колебаний, в отличие от многих наших лидеров и политиков в эти непростые времена. Сможет ли он победить их в одиночку? Если не сможет, то все мы, весь наш вид обречены на гибель. Ну, не то, чтобы у него прям не было никаких шансов, но все-таки, на секундочку, он один в одиночку выступает против... Да, я бы даже не сказал армии, против целой расы, что ли. Так. Ага. Против целой расы демонов. Да, ло! На патроны распились. Эх ты, гнида! Я думал, что кровавый удар его, честно говоря, быстрее разворотит. Так, подожди, ничего не... рождается грешником. Чтобы прийти к успеху, надо трудиться. Угу. Кстати, так классно получилось. Мы когда шли на эту миссию... Ох, боже, сколько тут секретов. Мы когда шли на эту миссию, все было по нулям. Что говорило о том, что идеально все было вкачано. По идее. Так, нам на самом деле остается вкачать только вот эти два момента и, в принципе, все. Дальше, если мы что-то еще и будем прокачивать, то это уже будет чисто такое... Ну, скорее всего, это будут тогда навыки жизнеобеспечения, потому что больше нам особо ничего не надо. Ну, бустер может быть еще, ну и все вообще-то. Больше нам нафиг ничего не надо. Так, стоп. Вот это вот место. Мы здесь были или мы здесь будем? Скорее всего, будем, да? Угу. Может быть, знаете, может быть, кровь палача была смешана с аргентской кровью? Может быть, такое? Я думаю, вполне. Что-то было. Оно что, сгорело просто? Серьезно? Ха-ха-ха. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, уходим. Что-то как-то сильно больно сделали внезапно. Не ожидал. Не ожидал. подолок. Подолок. Так, надо было дурацкое... Место прямо скажем. Расширенного патроны, падаль. Охасно броню. Ух. Ясно, ясно, ясно. Я понял свою ошибку. Нет. Так, я слишком наглел. Я слишком, мать его, наглел. Ладно, ничего страшного. Одна жизнь всего-навсего. из... из целой кучи, которую мы скопили. Там еще эта хрень была. И она здесь не одна. Угу. Подухни. Так, не очень хорошо, потому что мы только что... Так, с этим тоже, наверное, потом разберемся. Не очень хорошо, потому что мы даже еще половины не прошли. Уже встрали... Уже встрали жизнь. Причем встрали по-тупому, честно признаться. Срали по-тупому, просто потому что меня зажали. Нет, я сам виноват, я залез в эту... Там что-то есть. Потому что я сам, блин, залез туда, куда не следовало. Блин. Честно говоря, я не очень люблю выжидать, когда Пинки мне жопу с собой подставит. Меня больше, кто-то читает, его сразу заковырять. Понял? Блин. Тихо, тихо, тихо. Так, я... Я начинаю жадничать. Я начинаю жадничать. Так, это как раз мясо для патрон. И брони будет. Так, короче, сдохни. Кстати, у нас же есть вот такая штука. О, а ну-ка. Сэмюль Хейден, а ну. Смотри какой, с нашим горнилом. В 2150 году, когда связь марсианских станций с Землей окончательно прервалась, Эмюль Хейден, директор ОАК, неожиданно вернулся на родную планету аккурат перед собранием Совета Союза Наций. Вторжение демонов на Землю уже началось, так что приезд доктора Хейдена был более чем своевременный. Он помог силам сопротивления внедрить ороген-технологии и тем самым увеличить их боевой потенциал, а сам занял пост директора недавно созданного комитета. Научная и тактическая проницательность доктора Хейдена была бесценна в военных условиях, из-за чего в скором времени глобальный свет передал ему право командования всеми силами сопротивления. Несмотря на лучшие достижения техники, экзокостюмы и повсеместное применение тяжелых боевых роботов, преимущество было не на стороне землян. Операция Перелом. Последняя надежда Хейдена на победоносный ответный удар завершилась с провалом. Салатом комитета удалось спасти механический остов доктора, однако теперь он существует только благодаря группе ученых, которые по его приказу постоянно следят за его сохранностью так же, как и за сохранностью добытого на Марсе горнила. Это событие, то есть 2150 год, это тогда, когда он нас на Марсе получается кинул в портал, или что он там с нами сделал, отнял у нас горнила, и в итоге попал сюда и придумал этот свой план, который завершился крахом. Ясно. И сейчас, судя по всему, за ним тут наблюдают. Так, с этой ерундой мы разберемся потом, потому что я не знаю, чего от нее ожидать, я хочу успокоиться и пока что на этой карте добиться. Ммм, давай. Может быть я поспешил, конечно, может быть стоило добрать еще один пункт и взять, чтобы демоны дольше, чтобы демоны больше получали урон, когда находились в замороженном состоянии, но с другой стороны, они получают и так нехилый урон. И я думаю, что 50 гранат в сраку, с какими бы они там обледенелые не были, хватит в любом случае, да? До свидания. Так, ну это я уже марно-трансую, потому что, в принципе, нам всего хватает пока что. надо было его, короче говоря, скинуть, наверное. Смотри, ему хватает всего-навсего как раз вот этих самых пяти гранат, чтобы полностью херам с обещем разлететься. Опа. Блять, ненавижу. Так, ну так, в принципе, мы идем вроде бы неплохо. Зачиним того, что мы... Зачиним того, что мы таки всрали одну жизнь. Сейчас могло быть их у нас двадцать три. Ну ладно. В принципе, я иду этого всерал. Имеется в виду именно этим же сохранением именно этим же сохранением я уже всерал до этого момента. У нас, по идее, на данный момент, если бы я ничего не просрал, должно было быть что-то в районе то ли 30, то ли 25, хер его знает. В общем, достаточно. Да что там такое? О, отлично! Еще одно такое найти и мы выполним из здания. Так, я беру все подряд, меня, в принципе, ничего отсюда не интересует. Те навыки, которые у нас сейчас есть, меня сейчас более чем устраивают. Угу. Нам, кстати говоря, что-то еще надо? Ну да, демоны со щитами. Не знаю пока. Вы думаете, что палач Рока спасет вас? Ваше спасение в нас, а не в нем. Эм. Ясно! Так, сразу же концентрируемся на офицерах. Какого хера? Я их не убил, серьезно, в них влетела куча гранат. Очень странно. Реально странно. Кушай, засранец, какие мы вкусненькие, да? Так, ясно? О, еще один. Так, по-моему, он отъехал. Хорошо. Так, стоп, это, по-моему, ярость, или что-то в таком духе? Ее надо приберечь. Ага. Как ты будешь моими ватронами, падаль? Винке спекся, я надеюсь? Не спекся, прикинь? Ну, либо это новый. Так, стоп, у нас есть еще вот эта вот штука, я обещал вам ее показать, потому что я ее прокачал. Да пошел ты в очко. Лови, скотина. Ей можно стрелять, не заряжая теперь ее до конца, прикинь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, нужно разобраться с офицерами. В частности, спинки. Потому что он меня уже начинает вымораживать. Так, а вот теперь, я думаю, самое время взяться за вот эту штучку. Я помню, как она работает. Да, черт возьми. О, господи, Иисуси. А можно я так пройду всю игру, блин? Боже, какая красота. Она перезаряжается, кстати. Когда я кого-то убиваю, она просто перезаряжается. Ох, елки, даже евло, прикинь, всех вообще порвал. Боже, правый. Но она сейчас закончится. Ха-ха, боже, меня просто жалкает. Мне просто их жалко. Дохли, пинки. Ух. Не, это было, это было жестко, как бы сказать нечего. Сказать нечего. Но я просто дико разогрелый сейчас, поэтому, поэтому нас сложно убить, потому что, чтобы до сюда дойти, мне на этом сохранении пришлось еще достаточно пройти, скажем так. как минимум, супер-гнездо еще пришлось пройти. Помните? Йо. Боже, какой же звук у этой штуки. Шикарнейший. А ну-ка. Опа. О, блин, нет, там был этот. Плохо делал. Да ты гнида, твою мать. Там, оказывается, все это время еще как и демон был. Так, погоди. Перед тем, как бежать дальше, давай-ка тут, наверное, осмотримся немного, мало ли. Я просто думаю, что, может быть, здесь можно чем-то подлечиться. А, кстати говоря, да. Так, комитет сейчас вторая. Ну-ка. К 2151 году штаб и командный центр комитета расположились на флагманском судне автономном ударном авианосце. Стратегия свелась к поиску адских метастаз, сопутствующих порталом и уничтожению последних. Такая стратегия должна была дать время на технологические изыскания Хайдена. В его распоряжении были все ресурсы комитета, в том числе мощнейшие в истории мыслящие компьютеры. Доктор Хайден руководил разработкой вооружения, способную положить адскому вторжению конец. Тем не менее, у него таки это не получилось. Надеюсь, нам не придется, кстати говоря, к нашему атомусею возвращаться. Потому что мне больше нравится, как у нас здесь все пошло. Я уж скорее, наверное, еще раз переиграю. Пойду по тому же самому пути. По точно такому же, чем буду вкачивать ненужные нам навыки на том... на том сейве. Ага, ясно. Кстати, когда неизвестно, что нас ждет впереди, лучше всего выйти, наверное, с плазмой в руках. Потому что если вдруг появится какая-то фигня, то плазма... вы мне подсказали, что плазма станет врага. Да и плюс очень быстро разворачивает их. Получи! Расположение второй турели позволяет вам уничтожить оставшиеся щупальца. А что это вообще за щупальца такие? Обычно такие щупальца вроде бы просто прорастают там, где должно появиться гнездо. Разве не так? Я не прав? Так, они нам нужны. Нам нужны патроны. Срочно. Ха-ха-ха, красота. Так, я надеюсь, дверь закрылась просто так. Мне эти места, кстати, кажутся очень знакомыми. Такое впечат... Такое впечатление, как будто бы мы здесь были в каком-то из думов... Опа! В каком-то из думов, играя морпехом. Очень на то похоже. Так! Наши межпространственные друзья не будут вступать по оскверненной территории. Земля должна быть очищена. Угу. Я надеюсь, нам не придется сейчас проходить 3-9 земель, чтобы добраться до следующей пушки. Она же вроде бы как относительно недалеко была. Разве не так? Ясно! Ясно! Да блин, да умрите же вы уже! О нет, опять ты! Еще один! Так, я не могу понять, еще один или мне послышалось? Да, еще один! Проще всего его на самом деле заморозить. Вроде бы как про него так и написано. Эм, вот так. По-моему, про него так и написано, что лучше всего его заморозить, а уже потом стрелять ему в жопу. Так, а ну подожди, сколько у нас? А, ну ладно, тогда еще поздно об этом говорить. Еще 4 нужно найти. А, да что такое? Все разваливается, твою мать! Так, я понял. Меня очень сильно смущает то, что нету вот этих вот со щитами. Может быть, они, конечно, будут дальше. Но если так пойдет и дальше и вообще не будет, то как, черт возьми, выполнять вообще это испытание тогда? Скажите мне на милость. Красота! так, мы разворотили двоих, значит, двоих и уничтожим сразу. Не будем распыляться. будем придерживаться тактики. Идеально. тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Неужели я его не... он либо увернулся, либо ему дико повезло. Но сейчас, судя по ошметкам, ему ни хрена не повезло. Подухни! Охни, так я его еще не насиловал. Опа. Давай это сразу возьмем. Это, по-моему, скорость, да? Так, тут лучше не стоять, когда такое происходит. Я не знаю, у них там вроде бы как триогранат это типа и слабое место, но что-то как-то... что-то как-то мне с... срать, когда у меня есть гранатомет. Честно скажу. Уйдь, тихо. Так, я видел еще одну плеть. Вот она. Удивительно, почему импы не появляются. Сиреневая. Все? Все довольны? Да господи, сколько ж вас импов и... ой, не импов, этих... пинки, ты посмотри. их капец, еще не все. Так, и добиваем его. ну вот, какая-то такая тактика у нас и будет, в общем-то. то есть, концентрируемся на каком-нибудь одном враге. Ну, имеется в виду каком-нибудь одном офицере и добиваем его полностью. Что происходит? Такое впечатление, как будто бы где-то еще кто-то остался. О, господи, Иисусик. Напугал. Так, я понял. Гнида, вот это то, что меня в нем сильно раздражает. То, что он может, когда к нему подходишь, хочешь его сжатнуть, он может ударить. Он, зараза, может ударить. Кстати, вот то, что бочки нас не косы, это реально очень сильно помогает. В какой-то момент понимаешь, что хочешь по ней ударить, но понимаешь, что она тебя тоже ударит в ответ. И в итоге боишься их трогать. Мы что-то пропустили. Черт. А мы не сможем вернуться, по идее, да, теперь? Теперь по-любому нужно ждать, когда мы пройдем локацию. Блин. Ладно, окей. О, нет. Так, подожди. Надо что-то такое. Вот, наверное, лучше вот это возьму руки, потому что мне кажется, что я знаю, к чему это все идет. даже может лучше пулемет взять. Кстати говоря, пулемет, а он у нас полностью прокачан или нет? Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Нет. Так, мобильная турель. Скорость перехода в режим мобильный турель на 50%, ну, кстати, неплохо. Давай вот этой будем качать. Угу. Так, тут либо будет у нас так, я не это имел ввиду, тут вот он, да, например. Подонок. Я же знаю эту игру как облупленную, когда происходит... Зараза, я нос чесал, тварь. Ага, я понял. Не думал, что они его снова здесь поставят. Так, они нам нужны на самом деле. Ммм. И патроны. Больше всего я здесь не люблю это именно вот эти вот... Вот... Вот эту ерунду с жижей. Так, тихо, аккуратно. Реально, если хочешь кого-то убить, просто кидаешь его в такую жижу, а потом на него 50 офицеров. Все, никакой палач Рока, какой бы он там ни был бог. Что это было? Не справиться с этим дерьмом, я даже проверять не хочу. Сколько? Три. По идее, мы еще здесь можем, наверное, получить за испытание одно, и тогда у нас будет 4 чеки, и мы почти практически все сможем открыть. Хе-хе-хе, почти в твердине Рока, кстати говоря. Ну, не совсем все, но многое. Многое. Угу. Так, аккуратно. Зараза, это твой гнемет. Скажите, пожалуйста, что это уже путь наверх к следующей... к следующей турели. Нереально, эти места очень знакомы. Такое впечатление, как будто мы здесь уже были когда-то. получи. Нет, этот звук, это просто нечто. не у этой винтовки. Угу. Угу. Так, что-то не совсем понимал. У нас есть два пути. Ааа, там испытание, ясно. Ну, дай-ка хоть на него пойду, посмотрю. Ай, зараза. Я понял. Так, возвращение Хайдена. Ну-ка. Доктор Хайден верил, что проблему энергетического кризиса, угрожавшего гибелью человечества, можно решить. Для этого он разработал метод аргент-синтеза, благодаря которому стала возможность производить высококачественный аналог аргент-энергии. Аа, когда вся аргент-энергия Солнечной системы была уничтожена, единственным ее источником осталась гарнила, знаменитый адский артефакт, который доктор Хайден получил во время службы на Марсе. Угу. Прекрасно осознавая всю скрытую гарниле силу, Семель решил использовать его в качестве проводника, способного чудесным образом производить синтетическую рукотворную аргент-энергию. Серьезно? То есть, по сути, типа источник такой, да? Миниатюрный. Что позволяло бы Земле возобновить ее производство. То есть, целую Землю запитать одним горнилом. Среди выжавших Хайден стал мифической фигурой, в том числе из-за своей невероятной физической формы. Вернуться на Землю тогда, когда все мечтают покинуть ее как можно скорее. Вернуться, чтобы дать человечеству надежду на спасение с помощью гранила. Разумеется, это сделал его легендой о глазах обывателя. Но, честно признаться, даже в моих глазах он... Он хорош. Так. Меня это смущает. Хм. Серьезно? Сквейка? Разберемся с этими испытаниями потом. Я решил их оставлять на конец... на конец локации. Да, походу, это все-таки следующая пушка. Фу. В смысле заблокировано? Только не говори, что ее еще раз заблокировать надо. Угу. Ну, хоть какой-то от тебя толк. Теперь путь свободен. Вы можете попасть в цитадель. Ура. Так, нам нужны патроны. Кстати, ну дай-ка я посмотрю, что будет, если мы улучшим в термоударе... Так, задержка в открытии огня после термоудара будет уменьшена. Хорошо, задержка заряд термоудара за каждое выстрел будет увеличена. Хорошо. Так, после срабатывания полностью заряженного термоудара оплазмные заряды какое-то время вносит больше урона. Ну, в принципе, нечетко, особенно на самом деле. Совершенно отлично. Я понял, но церемониться я с тобой не намерен. Как и с тобой, мой мальчик. Ух! Тихо. Боже, какая красота, что у нас есть такие пушки. Они как знали, чем я буду пользоваться, но пользовался я пазмой только чуть-чуть. Да, реально, слушай, такое впечатление, как бы это... Ну да, это технологии ОАК, Хайдена, они были и на Марсе такие же, но у меня полное ощущение, что я здесь ходил морпехом в свое время в предыдущем Думе. Ясно? Это другой, да? По-моему, да. Да, блин, опять пинки, да что бы ты всрался. Так, если что, там есть этот... плетка, вижу. Экстра лайф. Ох ты тварь, блин, со своей конченной стеной. Так, у нас очевидны небольшие проблемы. Вообще, если возьмем вот это вот руки, то в принципе проблем особых не должно быть. Ага. Так, вроде все. Кроме того, кто там внизу еще объяснился. Ах, худеть просто. я в шоке. Но, к слову, это все еще не все. У нас еще какая-то стычка, походу, будет. Так, что-то наверху еще есть, помимо прочего. 163-й? Они боятся только его. Больше их ничем не проймешь. Им не страшно самое лучшее оружие, которое мы только способны против них выставить. Все бесполезно. Они слишком быстры, у них нет инстинкта самосохранения и лишь одно стремление – жажда людской крови. Они готовы жертвовать с тобой, лишь бы добраться до сердца нашего мира. Мы убили тысячи, но на их место пришли миллионы. А потом явился он. Он срезал их точно жнец-колосья. Он был куда яростнее нас. Он быстр и неудержим. Теперь я верю, что он больше. чем просто человек. Он сам Рок. По-моему, она вожделеет от палача, что-то не так подсказывает. Причем не на шутку. Так, мы оставили что-то там. Нужно не упустить тот момент, когда нам дадут возвращаться за секретами. если я не знаю, как возвращаться на уровень, значит, надо уровни зачищать сразу. лазов. Альтернативно живые проникли в здание. Пригодируется эвакуация. 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 пригодится. Так интересно, нас, по сути, взрывает наш... Эээ... Наши ракеты нас взрывают, а гранаты не взрывают. Это, конечно, хорошо, как бы грех жаловаться, меня устраивать, но все-таки. Это странно. Так, что-то я не доверяю этому месту. Вот именно из-за этой штучки. Меня напрягает. Так, а ну подожди секунду. Ты должен стать моей броней. Угу. Странно. А, я могу читать, я могу не слушать это все. на Ричардсом. Запись 007. 3 марта 2163 года. Мы убываем на него. С каждой его победой воинство демонов слабеет. Жрецы просто командуют армиями. Он же само воплощение битвы. Его ярость смертоносна. Он истребляет демонов на земле и за ее пределами. Теперь я уверовала. Я верю в силу Рока. Палач, копье, что разит врагов самое сердце. И пусть те, кто желает нам зла, навсегда запомнят. В этой вселенной есть лишь одна доминирующая форма жизни. И в руке у нее стальной меч мщения. Восславьте же приход разрушителя. Время малача настало. Ну, когда не во что верить, нужно хоть что-то. Нужно верить хоть во что-то, да? Так, но мы пока возвращаться не можем. У нас сейчас действия должна быть хорошо. странное место. Угу. Лаборатория доктора Гайдена располагается на верхнем уровне этого здания. Внимание! Были активированы аварийные протоколы. Немедленно покиньте комплекс. Господи! Не, просто палач. палача убежден. Ну, что вы за этим придете когда-нибудь. Ну, все, планету больше нечем питать. палач палач спасет планету от демонов, но погубит ее в энергетическом кредите. Две крайности. Внимание! Были активированы аварийные протоколы. Немедленно покиньте комплекс. Мы не знаем как получить доступ к Орееву мозгу, а там такое все черт ногу словит. Нам надо теперь как-то аккуратно его вывести. Был дан четкий приказ. Пойдет? Уловим. внимание! Демоническая угроза пятого уровня в центральной лаборатории. Ух, мать твою. А почему он выглядит как на... как... как аргент? Я открываю портал. Ты никогда не был одним из нас. Ты всего лишь жалкий узурпатор. Потому что он и есть аргент. И идол. Наконец-то я вижу истину. Я и тебе раскрою глаза, палач. Как ты видишь истину, если у тебя нет глаза? Так, мародер универсален в обороне. Падешь слишком близко, он пыльнет из дробовика, замешкаешься вдали закидать метательными снарядами. держась его на средней дистанции, контратаковать, пока глаза сгорят зеленым. Не успеешь, он отразит удар. Так, супероружие бесполезно. Хорошо. Допустим. Понял? Так, собаку убило, да? Да в смысле, я же попал по тебе. Ах ты, мразь, серьезно убил? Прикинь? Ападаль! Опять убил! Да ты не охренел? Ах ты, ах ты, третий раз убил, прикинь? Так, ясно. С ней вообще лучше не шутить. Четвертый раз. Жопа. Так, он охренительно грозный. Ну? я не понимаю, сколько ему надо влепить, чтобы его... Просто трэш. Это просто мать его трэш. Четыре... Четыре гребаных жизни только так. Оп и все, и отлетели. Просто... А что если бы я использовал это, например? Может быть, этим надо было его жахать? Наверное, вот так вот заряжаешь, короче, и просто жахаешь. Блин, я не подумал. Наверное, да. Надо бы в следующий раз использовать. Так, так или иначе, мы теперь можем возвращаться, да? Так, у нас остался один секрет, который мы пропустили. Чертик, где? И... Три стычки. Хорошо. Так, подожди секундочку. Эм... Ладно, хорошо, идем сейчас это все позабираем. Надеюсь, мы не оставим еще жизней по дороге. Запись из архива Веги. Уничтожение источника аргент-энергии на Марсе означало гибель планеты Земля. Когда связь с россиянской станцией с Землей прерывалась, коллапс зависимых от аргент-энергии энергосети погрузил планету в хаос. Именно в это время доктор Самюэль Хайден, директор ОАК, неожиданно вернулся на родную планету Аккурат перед собранием Света Союза Наций, так вооружившись тем, что могло бы стать надеждой человечества на спасение Горнилом. Кратко изложив хронологию произошедших на Марсе событий, Хайден согласился сотрудничать с Союзом Наций при гарантии исполнения двух условий свободный доступ в комплексы ОАК на поверхности Земли и обеспечение всеми необходимыми технологиями, среди которых было и Горнило, последний оставшийся источник аргент-энергии в этой вселенной. Хорошо. Честно говоря, чтобы сюда добраться, мне пришлось довольно больший путь проделать по сути с самого начала, потому что я не нашел сюда портала. Так, ну давай, я в принципе готов ко всему. Ну? Ну или почти. Я был готов ко всему, кроме этого, честно говоря. Это что такое было? Я правильно увидел? Это был как и демон, только какой-то какой-то более жесткий походу, да? Допустим. Я еле нашел это место, блин. Нет прямых порталов, а двери, которые могли бы привезти и наикорчайшими путями закрыты. Я не понимаю, какого черта. Так, вот она. Мы, кстати говоря, так ни разу не использовали самонаводку на две цели, между прочим. Так, ну-ка давай. Только так, чтобы я не умер сразу, я тебя умоляю. Подонок. Фух. не, слушай, она наводится, она реально наводится на несколько целей, либо просто очень быстро это делать. Короче, я не знаю, это было шикарно. Ух. Так, с этого момента, даже не с этого момента, в принципе, со всей этой локации гранатомет становится одним из моих любимых оружий. остается самое тяжелое. очень странная ерунда сейчас произошла. По дороге сюда я встретил в коридорах демонов. Я не понимаю, какого черта, но, может быть, это связано с тем, что мы еще не прошли, допустим, вот это вот испытание. Да, дело в том, что этих демонов со счетом здесь вообще был только один. я не понимаю, какого хрена это испытание вообще здесь делает. Ну, реально, не было их вообще. Может быть, может быть, если я сейчас прогуляюсь еще раз по коридорам, я встречу в итоге, но, хера его знает. Так, ладно, все. Нет, лекарь, опять же сам... Кибердемоны? Опять же самая локация. Так, мы в заднице. Мой мать его в заднице. Ёшкин кот! Давай меня еще убей, блин! Охренеть, они просто... Они достают меня из-под земли. Тихо, 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 тихо. Я тебя еще не убил, что ли? Вот так наверняка, что вы. ТОНЕә ТВОЮ МАІ... ТВОЮ МАІ... Всё, есть! Один готов! Это ещё что такое? Что за чертовщина здесь творится? Мать твою! Это барон Ара какой-то! Я не попал! Охренеть можно! По-моему, стреляет чем-то вроде самонаводящихся ракет! Ой! Это ещё что такое? Я понял! Я, мать его, понял! Я очень сомневаюсь, что его можно распилить с помощью этой хрени! О, господи, в сути, мне показалось, что ты этот самый! Так, тихо-тихо-тихо-тихо! Интересно, а сработает ли на нём, допустим, вот эта штука? Ну, для сбивания! Для сбивания ещё-то нет, скорее всего, не должна сработать! Потому что она для этого не предназначена! Показалось! Так, короче, мне это надоело! Пора с ним кончать! Он просто в чертовски неудобной позиции находится, честно говоря! Всё продумано! Я знал, что это меня не убьёт! Потому и стрелял, в общем-то! Смотри, какая лунная мразь! Критический урон! Так, а теперь дело техники! По-моему, всё! Да, суди по всему, да! Фу, твою мать! Не могу сказать, что это было сложно, но, тем не менее, жизнь мы здесь всё-таки оставили! Полная жопа, я не знаю! Просто жопа! Их просто было не так много, как обычно бывает, понимаете? Не так уж и много! Но, в целом, мы, получается, на этой миссии оставили 5 жизней! Охренеть! Но при этом по дороге мы взяли, по-моему, около трёх! Или сколько там было, я не знаю! Одна? Мы на всём уровне нашли только одну жизнь! А не хотите ли вы мне сказать, что каждый уровень далее... Будет всё меньше и меньше жизней на локациях появляться! То есть я нахапался жизни по тем прошедшим уровням... И всё! И больше их не будет! Если так, это всё! Это трэш! Полный трэш! Я просто привык... Да что такое? Я просто привык, что нам дают, как минимум, ну, хотя бы по жизни 3, получается! Выглядит так, как будто мы здесь ещё воевать должны, между прочим! Может быть, стоило бы на самом деле пробежаться по... По этим самым... Я даже не знаю! Ещё раз пробежаться по коридорам, потому что, блин, потому что прикол в том, что я встретил по дороге... Вот, допустим, здесь! Нет, здесь точно никого не будет, наверное! По крайней мере, те, кто нам нужен, точно не будут! Я просто пробежался по коридорам и встретил... Парочку демонов! Которых мы уже убивали! Среди них, правда, не было того, кто нам нужен, но я надеялся... Но я надеялся, что, может быть, где-то ещё они всё-таки появятся заново, но потому что я не понимаю! И здесь просто реально не было! Ну, либо мы их так быстро размородовали, что... Что я даже не заметил! Там вроде нет... Вроде никого по-друге не появляется... Та ладно, смотри, появились! Какого хрена? Так, погоди, а это не один из тех, который нам нужен? Нет! Не один из тех! Похож, но нет! И это тоже не они! Дело в том, что если мы просто сейчас уйдём с этой локацией, то, скорее всего, мы в неё уже не сможем вернуться, если учитывать, что у меня нет... И как, а где мы здесь, прикинь? Если учитывать, что у меня нет возможности выбирать уровни по какой-то причине... Ладно! Может быть, я просто чего-то не понимаю, давайте мы всё-таки свалим отсюда... Я не хочу сейчас заниматься поиском непонятно кого и непонятно где... Я просто... Разберусь с тем, как вернуться на уровень... Так, как-то ж можно это сделать? Вернуться на уровень и закончить испытание, верно? Так, всё, проваливаемся, надоело! Силы вторжения уничтожены на 68%. Без жрецов демоны не поглотят параллель, как хотела Хан Созидательница. Но остался ещё один жрец, и я потерял его сигнал. Не могу его засечь. Но Тарханет сможет найти его. Субтитры создавал DimaTorzok